Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Сегодняшнее утро какие-то люди попытались обращать мне сообщениями. Естественно, как это уже по доброй традиции бывает, когда ты освещаешь достаточно большое количество тем. Естественно, не всем нравится твоя позиция. Ну и в основном люди, если не согласны, высказывают ее конструктивно, которые приводят свои доводы, аргументы, как это, мне кажется, и должно быть в цивилизованном обществе. Но есть, наверное, какие-то индивидуумы, которые считают, что запугивание, передавание приветов семье и так далее, это, наверное, наиболее лучший способ заткнуть рот человеку. Вот сегодня утром я получил вполне, вполне... Вы знаете, угроза это вся такая вещь. Можно относиться, так скажем, спустя рукава, считать, что это ерунда. Можно относиться серьезно. Но, тем не менее, угроза это есть угрозы. О чем я говорю? О том, что в любом случае, так скажем, если, например, с вами или с вашей семьей что-то случится, то уже отмотать назад и не относиться серьезно невозможно. Поэтому я после того, как у меня украли Инстаграма, вы знаете, что там было порядка 25-27 тысяч подписчиков. Он был украден, нагло абсолютно украден. Там вопрос наполовину был решен, доступ у него заблокирован. Но вести его дальше я отказался, потому что, несмотря на количество подписчиков, тогда для меня это никогда особого значения не имело. Для меня большее значение всегда имело возможность какого-то прямого диалога, общения, обмена мнениями и так далее. Я завел новый и просто начал вести его с ноля. Тем не менее, с того момента я решил, что так как у нас есть правоохранительные органы, то, естественно, можно, что называется, загружать их работой по подобного рода сообщениям. И могу вам сказать, что это довольно эффективно, потому что вот такого рода писаки, может быть, действительно какие-то серьезные люди. Я не знаю, но тем не менее, думаю, что устанавливать их личность... Вы знаете, на самом деле это делается очень просто, несмотря на то, что все вроде обезличены под никами на ютюбе. И впечатление складывается, что как бы и неизвестно, кто написал, что написал. А может быть, это школьник 12-летний, 13-летний сидит, делает, не понимая, так сказать, что он делает, и не понимая, какая ответственность может грозить ему или его родителям. А может, серьезные люди, еще раз говорю, мы же не знаем. Тем не менее, я принял решение сразу писать заявление в полицию с просьбой с приложением скринов установить личность и привлечь к уголовной ответственности по факту в данном случае угроз. Ну, здесь, значит, мне повезло. Почему? Потому что даже озвучили причину. Думай головой, пока есть чем думать, пишут. Забудь Меладзе и его тематику «Если хочешь жить». Не секрет, вы все помните прекрасно, что я освещал эту тему. Меладзе когда? Когда? Значит, он очень нелицеприятно высказался о Борисе Корчевникове. Почему я не остался в стороне? Да потому что я считаю, что Корчевник в классный парень и очень хороший ведущий. И его программа «Судьба человека» – это, пожалуй, единственная передача на нашем телевидении, которую можно смотреть. Поэтому мне было неприятно слышать, когда говорят, что от него, точнее, нужно огородить молодежь, или же, что вот он такой неприятный человек, который лезет под кожу. Очевидно, что для Меладзе это было продиктовано очень такими личными мотивами, потому что он приглашал его супругу, которая много чего рассказала, потом там была Ани Лорак и так далее. Да, кстати, я высказывался не только о Валерии Меладзе, но и о Константине Меладзе. Вы помните прекрасно, это все было связано, опять-таки, с откровениями Ани Лорак. И естественно, естественно, когда это все происходит, никто ничего не пишет. Почему? Потому что общественное мнение, все бурлит, люди об этом говорят. И, в общем-то говоря, когда в этот момент, например, что-то делать или писать подобного рода сообщения, то это вызовет широкую общественную такую дискуссию, что называется. А вот когда все улеглось, когда все поспокойнее, можно написать что-то, как бы разобраться с человеком, так скажем, когда все уже потихоньку. Я для себя принял решение не только обращаться в органы, но самое главное, пусть даже это школьник, неважно, обнародовать это публично. Для чего? Для того, чтобы было понятно, что, например, если вы меня увидите очень сильно красивым, в кавычках, естественно, или, например, у меня будет сломаны руки и ноги, к примеру, мало ли. Что, конечно, очень неприятно, но тем не менее. Значит, чтобы было понятно, и вам тоже, значит, я думаю, что среди вас тоже есть неравнодушные люди, чтобы было понятно, кто писал, что писал, откуда писал, и, естественно, было понятно, почему это произошло. Потому что если молчать, и что-то, например, происходит с тобой или с твоей семьей, естественно, людям непонятно, что случилось, откуда это, как, что, какая причинно-следственная связь, почему вдруг сейчас. Поэтому я всегда сразу это выкладываю, для того, чтобы было понятно. Я написал, расцениваю это как угрозу жизни, обращаясь в органы с заявлением для установления вашей личности при увеличении к уголовной ответственности. Мне пришел ответ, скоро пожалею, что затронул тематику, Меладзе, семье привет. Школьник это, не школьник это, серьезные это люди, несерьезные это люди, я не знаю. Но, значит, данное сообщение оставлено 11 часов назад под последним моим видео, но обычно люди, которые заходят, они не роются, считают, что, чтобы автор увидел, нужно оставить под последним видео. Хотя я комментарии вижу абсолютно все под всеми видео. Да, и здесь же, это вот про iPhone 13 я снимал, здесь же прям в закрепленной записи, вы можете это все лицезреть, это все не заблокировано, это все есть. Также этот же, значит, гражданин оставил две записи, нас много, ты один, реально покалечим. Ну, я здесь, чтобы добавить такой перчинки, остроты немножко, то же самое написал, скрины сняты, обращаюсь в органы и так далее. Естественно, я это сделаю сегодня, потому что у меня действительно маленький ребенок, вы об этом знаете, и для меня дорога безопасность, так скажем, его, тем более, если передают привет семье. И для того, чтобы добавить перчинки, я написал, когда к вам домой придет следователь, то не забудьте не об ассаре, потому что обычно люди в интернете, на ютюбе пишут очень резво, но в момент, когда приходится отвечать за эти сообщения, происходит странная метаморфоза с людьми. Поэтому, друзья, я это все представляю на суд общественности, для того, чтобы вы знали это. Еще раз хочу сказать, что я считаю, это мое мнение, что, значит, слова Меладзе о Корчевникове были крайне острыми, неприятными многим людям, и считаю, что каждый человек имеет полное право, я никоим образом не оскорблял этого человека, анализировать то, что говорится в публичном пространстве. Затыкать рот людям, потому что они говорят, например, о Меладзе в данном случае, я не знаю, связано это с ним, не связано, утверждать я это не буду, ибо это нарушение закона, да, но, тем не менее, если люди говорят об этой тематике, наверное, я думаю, что, либо их чувство это затронуло, может быть, это его преданные фанаты и поклонники, в чем я сильно сомневаюсь, я все-таки склоняюсь к тому, что это такие вот вещи, связанные, связанные с, близко очень с, вы понимаете, иначе бы, значит, этого не было. Еще тогда, когда я очень откровенно высказывался, тоже поступали сообщения о том, что быть осторожен, Меладзе все-таки не так прост, и так далее. Просто не просто, я считаю, что в нашей стране, конечно, много решают деньги, и практически все, но, тем не менее, могу сказать, что в нашей стране огромное, огромное дело, это, значит, общественное внимание к проблеме, внимание общества, а я думаю, что 99% людей были в тот момент все-таки на стороне Корчевникова, потому что он никому ничего плохого не сделал, и никак не заслужил эти высказывания, кроме как, люди, которые, значит, приехали опять-таки в нашу страну, в мою родину, на мою родину, да, когда-то, пусть когда-то, но приехали, я сюда не приезжал, здесь родился, значит, будут мне диктовать, о чем говорить, о чем не говорить, ну, нас, нас много, ты один, я тоже могу ответить одно, пусть я и один, да, значит, но в России все-таки работает правоохранительная система, и могу сказать, что этих людей тоже много, и людей там, хороших, тоже достаточно много, которые, собственно говоря, для которых мерилами являются не деньги или известность, поэтому, уважаемый гражданин, значит, вы можете, конечно, в каком-то из комментариев извиниться за свои слова, и тогда мы это забудем с вами, вот, но я думаю, что вы этого делать не будете, поэтому я все-таки поступлю, так как принял решение поступать с такой рода сообщениями, друзья, ну, вот я вам рассказал, что случилось, поэтому, в принципе, все, еще раз скажу, передача Борис Корчевнику замечательная, к какому из милатов это относится, правда, не уточнили, но, тем не менее, в принципе, я думаю, что это значение не имеет, потому что, как-то для меня всегда они представлялись как единое целое, вот такие, друзья, дела, ну, а передавать привет семье, я считаю, что это последнее дело, и чисто, если взять вот так вот по-мужски, да, ну, хочется набить морду, что называется, ну, пожалуйста, но у нас же по-мужски вроде как бы один на один, когда пишут, нас много, ты один, это чисто как-то не по-мужски уже просто, потому что, когда вы знаете, нас много, ты один, ну, если только таким образом, возможно, вас много, ну, значит, у вас уже, что называется, это не по-мужски, как мне кажется, нас много, нас много, ну, много вас, я вас поздравляю с этим, друзья, я вас уведомил и проинформировал, значит, для меня это тоже очень важно, почему, потому что мы говорим с вами на очень много острых тем, и это может быть не связано с Меладзе, кстати говоря, это может быть связано с Шукшиной, вы знаете, что очень много было связано, и с Шукшиной, и с огромным количеством других пенсий, и восточный Туркестан, что только мы с вами о чем не говорили, тем не менее, я вас проинформировал, и вот это самое главное, значит, так что, если что, вы знаете, какое видео вспомнить, и к чему обратиться, с вами был Будда Гришин, друзья, подписывайтесь на канал, на этот, на канал Будда Гришина Live, вместе мы сила, значит, считаешь, только таким путем можем что-то решить, защитить друг друга, и каким-то образом обратить внимание на какую-то проблему, только вместе, никак иначе, значит, инстаграм Будда Гришина, нижняя подчеркивая, единичка на латинице, на русском Будда Гришина, три российских флага, присылайте ваши новости, что-то интересное в сети увидели, присылайте, поделитесь с другими, всем пока, друзья, здоровья, вам всего самого наилучшего, до встречи, Субтитры создавал DimaTorzok